что здравствуйте мои дорогие зрители с вами Гурам Карсанов прогулки по Осетии нахожусь над селением Хевит случайно поднялся сюда как всегда как всегда мои ноги мне покою не дают я нахожусь над селением Хевит я знаю что здесь прекрасный интересный замок и предлагаю вам вместе посмотреть прогулки по Осетии селение Хевит пошли здесь прекрасная поляна и рядом же находится интересное кладбище видно что это замок это практически над городом Скенбал заходим на территорию я сам здесь первый раз так что все эмоции все увиденное вижу с вами первый раз довольно такая крупная яма и вот непосредственно сам сама крепость вот как интересно по его круглому строению я могу сказать что здесь осетинским зодчеством и не пахнет особо это вот такой типичная грузинская крепость даже не могу найти где вход вход по идее должен быть где-то на уровне второго этажа вот рядом вокруг располагается кладбище грузинское кладбище а тут наоборот и чтобы родник что ли а вот здесь приставлена лестница вот на таком уровне надо забираться и заходить внутрь ничего сказать крепкий бастион бастилия югостинская бастилия так как я сегодня сам попал сюда первый раз я вам показываю только то что вижу и так как историю этих мест я не знаю буду комментировать только то что увиденное могу предположить что до восьмого года здесь все таки люди жили но подниматься сюда крайне тяжело конечно трудно крутой подъем мне даже пришлось свою легковушку оставить внизу что подняться вот здесь видно сразу древние дубы и развалины церкви все зарастает и церковь тоже разваливается и судя по всему разваливается уже давно так как я знаю что у меня часто в youtube бывают комментаторы пожалуйста вот надпись вот видите да или видите мне потом пожалуйста что под этой надписью написано что означает эта надпись так ну я здесь конечно не первопроходят увидеть внутри у нас не получится но судя по всему мария ада которые здесь были пятьдесят шестом году здесь росписи не сохранились то есть интересного такие колонны арка как-то очень плохо развалился церковь и довольно большой интересный судя по всему был у кого есть фотографии из этих мест пожалуйста можете оставлять в виде комментарий присылать ага вот более подробно сейчас мы посмотрим с вами смотрите вот там есть вход и посмотрим кто может прочесть эти буквы вот здесь сохранились вот такие моменты крест над входом да большая была церковь и наверное в его развале виновен еще и то что если не трясение было в девяносто первом году очень сильно пострадали тогда очень многие здания ну и естественно деревья думаю что тоже помешали смотрите прямо у основания выросли деревья развалился он очень как-то несимметрично можно сказать такое ощущение как будто дерево его развалило вот такие интересные камни с рисунками да могу смело сказать что это не просто церковь это огромная была церковь можно сказать даже по размерам как городская посмотрите-ка деревья выросла дерево выросла дуб нет нет это не дуб нет это не дуб и даже смотри как он его отодвинул вот так в криво да дерево развалило пополам эту церковь я могу сказать это очень древняя церковь очень древняя тут и по камню и по кладке по строению тут не меньше чем двенадцатый тринадцатый век смотрите побелка была позже видите но вода сами на сама каменная кладка довольно древняя да деревья не пощадили все прекрасные здания людские руки я не знаю может быть еще и в советское время потребожили навряд ли его тронули бы потому что я думаю что в советское время он тоже был под деревьями вот здесь мне абсолютно уже без разницы кто будет комментировать грузины астины кто знает историю этого сооружения пожалуйста оставляйте комментарии под видео со всех сторон есть входы видео с этой стороны вход но это у нас получается восточная сторона восходу солнца тут остался еще вокруг каменная кладка осталась заросло все кустами кто был в Схенвале помните Хевицкую крепость которая над городом возвышается большая крепость в виде скалы с города его видно с восточной высоты под так называемым пауком к сожалению глубже не могу зайти потому что тут реально очень опасно развалено крепость и церковь саму в город не видно под густым лесом видите какой орешник тут под густым лесом ничего не видно что здесь расположено однако же век живи век удивляйся вот здесь продолжается уже кладка здесь тоже было какое-то сооружение камень похож на алтарь здесь мог быть маленький маленькая часовня так проберемся сквозь леса вот здесь идет кладка внизу стена судя по всем это все было стеной а это вот при церковной территории и более чем уверен что здесь была такая лук все было в траве вот здесь захоронения вот такие кладбища вокруг церкви в общем удивительно прекрасное место это облагородить и у нас на территории Южной Осетии очень много исторических зданий заведений церкви крепости башни как и грузинские так и оландские это все естественно будет интересно посетителям ну смотрите здесь сравнительно недавно еще похоронили в 1953 году по-ближински читать не умею кто умеет расшифруйте кто это были сейчас увеличу вот какие фамилии здесь жили растолкуйте в общем вот такой стол крепостной вход крепостная стена вообще вот такие вещи судя по всем это была большая такая цитадель тут же и крепость и сама церковь я сейчас наверно закончу съемки вот люди уже поют да все написано по грузински ничего не разобрать я не умею читать по грузински вот такая интересная изгородь и действующая тропа это у нас судя по всему хмель да все написано по грузински так здесь тоже похоронен в 2003 году в общем на этом я завершаю свой репортаж тут дальше живые дома улицы деревенские и сама цель сам замок в общем прогулки по осетии в селении Хевит всего доброго